Я увлёкся. Как это повлияет на мировой баланс использования... Это очень важный вопрос, очень. Выглядите, значит, да, газ до последнего времени всё-таки более региональный, чем нефть. Но он с каждым годом становился и становится и таким мировым уже рынком. Ну, в первую очередь через увеличение доли СПГ. Потому что танкера сюда, танкера туда, сегодня пришли, завтра не пришли. Цена такая, сякая, всё со всеми рыночными испытаниями для потребителя, ну и для производителя. Потому что колебания тяжелые для потребителя, но они тяжелые и для производителя. Планировать тяжело. Это вот перекупщики, финансовый капитал. Вот это их жизнь. А чистый производитель и чистый потребитель, им нужна стабильность. Это точно. Поэтому баланс считается уже. И вот глядите, он пандемией сбит несколько, но я приведу цифры. Они звучали уже, кстати, значит, у нас уже в прессе. Я, по-моему, озвучивал. Не менее 25 миллиардов, называют цифру даже 30, но округлим. Последнюю пятилетку наращивал ежегодно объем потребления газа Китай. И в 2021 году он вышел на 80,5% в балансе газа в энергетике. Своей. Это немного. Но заметьте, как наращивал. Да, последний год, полтора из-за пандемии и снижения, значит, ВВП, роста ВВП, они остановились с таким ростом. Но так или иначе, они поставили задачу, и на их месте я бы ее точно так же бы поставил, выйти к 30-му на 15% в балансе. Нужно уголь-то все-таки замещать, у них достаточно серьезные проблемы в отдельных регионах. Как только ты про это говоришь, берешь там, считаешь, получаются вообще большие цифры. Беру наполовину, обнуляю. Другие страны смотрю. Я сейчас говорю, свои личные цифры учтите. То я вижу, что в ближайшие 5-7 лет надо миру получить дополнительно 150 миллиардов. С запасом говорю. То есть, в принципе, карандашом если считать, то будет так, эти 300 все. Вот какое изменение баланса. Плюс фактор наш, российский. Европа говорит, мы откажемся за ближайшие годы вообще от газа российского. Тоже уже без карандаша. 150 миллиардов, значит, российских зависают. Тогда по миру нужно 300. Европа-то все равно же как-то. Хорошо, зеленая, атомную, в конце концов, наверное, они все-таки не будут записывать не в зеленые. Да, как-то компенсирует, усушка, утруска. Мы через конечный продукт нашего же газа, освобожденного с Европы, как-то же найдем каналы переработки и поставки в другие регионы. Я, значит, с запасом опять-таки прочности, с очень серьезным, твердо могу сказать, что около 200 миллиардов, ну точно нужно. А это, извините, не десятки миллиардов долларов, это сотни миллиардов долларов. Это ресурс надо найти, он есть частично, найти, обустроить, танкера построить, СПГ, терминалы, все. Дорогущее удовольствие, огромное, десятки миллиардов сразу на одном заводе считай. Поэтому вот примерно так должен измениться баланс. И он заставляет меня сказать, что, конечно, вот этот волюнтаризм, политизированный волюнтаризм с легкостью, чего только не начитаешься, прогнозов, мировых прогнозов. Сейчас вообще будьте осторожны к любым прогнозам. Когда, знаете, сотню миллиардов туда, сотню сюда, что кубов газа, что миллиардов долларов, как будто это по щелчку. Это делается людьми, которые никогда не делали проекты, которые не знают, что такое западно-сибирский нефтегазовый комплекс, которые не знают, что такое катар, который вложил огромные деньги, большое время, чтобы стать игроком СПГ. Поэтому баланс вот такой, серьезный, в изменении, вот в такую я бы проблему в ответе, ответом на этот вопрос подчеркнул. Продолжение следует...